МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, эпопея с увольнением главного наркоборца страны. Ли Кивы, похоже, подходит к концу. Глава МВД сегодня пообещал, Кива перейдет на другую работу и покинет полицию. Об этом министр заявил в Славянске. Пишет Интерфакс Украина. Правда, о новой должности для Кива Аваков ничего не сказал. Сам пока еще наркоборец на своей странице в Фейсбук написал, против него готовятся провокации, и добавил, в квартире и в рабочем кабинете у него наркотиков, крупных денежных сумм и незарегистрированного оружия нет. Но, как это было уже не раз, спустя несколько минут пост свой удалил. Ну а прокомментировать нам слова министра Кива отказался. Напомним, главой МВД призывали уволить главного наркоборца страны, омбудсмен Валерия Лудковская и глава нацполиции Хатия Деканаидзе. За Кивой тянется целый шлейф. Скандальных историй его неоднократно уличали в публичном дискриминационном поведении и гомофобных высказываниях. В интервью он нелицеприятно отзывался о волонтерах, а еще рассказывал, как, борясь с алкоголизмом, пристегивал к столбам бойцов одного из батальонов. Кива до сих пор не прошел переаттестацию. Сам одиозный наркоборец ранее заявлял с должности и уйдет, только если этого захочет министр внутренних дел. Ну а тем временем крупные суммы денег и наркотики обнаружили в кабинетах у коллег. Ильи Кива, Ивана Франковские, там по подозрению в контрабанде, одруманивающих веществ задержали трех полицейских. Напомним, месяцем ранее, 16 апреля, работники СБУ взяли наркоторговцев, которые изготавливали и реализовывали тяжелые наркотики. И вот теперь выяснили, кто крышевал их деятельность. Подпольная нарколаборатория работала прямо под носом у правоохранителей в здании рядом с управлением нацполиции. Поэтому следствие стало проверять причастность к наркобизнесу сотрудников полиции. Оказалось, что, называется, вдоль были руководители отдела противодействия наркопреступности, его зам, а также один из следователей. И еще двое полицейских Ивана Франковска крышевали один из массажных салонов. Его сотрудники ежемесячно платили правоохранителям по 15 тысяч гривен. Задержали полицейских на горячем при получении очередной суммы прямо в центре города. Закону Савченко необходимы изменения. Так считает глава национальной полиции Хатя Деканаидзе. Об этом она заявила в интервью изданию «Зеркало недели». По ее словам, по закону о зачислении одного дня в СИЗО как двух дней в срок основного наказания, на свободу уже вышли около 6 тысяч человек. И 90% из них – люди, совершившие тяжкие преступления. Напомним, по этому закону вышел из тюрьмы судья Игорь Зварич, которого в 2011 году приговорили к 10 годам лишения свободы за взяточничество. Освобожден также осужденный за убийство экс-депутат Виктор Лозинский, а организатора самой масштабной строительной аферы элиты центра Александра Волконского-Шахова, выпустили из СИЗО. В Сумах люди в военной форме заблокировали автобусом выезд с пригородной автостанции. Таким образом, ветераны АТО пытались отстоять свое право на льготный проезд в общественном транспорте. Для кассиров на автостанции в Сумах удостоверение участника боевых действий – не документ. И не основание для выдачи бесплатного билета. Вы же вчера не продали билет. Вы три раза мне не продаете билет. Говорите, на 21.30. Сейчас я узнаю, что вы узнаете. АТОшники утверждают, перевозчики отказываются выполнять закон. Кассиры говорят, что нет билетов. И тут же их продают за полную цену. Или просто закрывают окно, чтобы не спорить с военными. Поэтому ветераны АТО и пошли на крайние меры. Заблокировали выезд с автостанции и потребовали встречи с директором. Везде. Запорожская область, Винница, Одесса. Черкасса есть. Черкасса. У нас Сирлия. Я могу сказать, со Львова мы ехали с базы бригады до Киева бесплатно. Ни копейки не взяли. Перевозчики. Три человека до Киева бесплатно. В какой-то момент возмущенные ветераны АТО едва не снесли кассу. Руководство автовокзала вызвало наряд полиции. По странному стечению обстоятельств, полицейский, который прибыл наводить порядок, оказался сыном директора автостанции. Поручение громадского порядка. Мы стояли в кассе. Вы перешкоджаете работе автостанции. Чем? Объясните, чем? Они доручают наши права. Что не так? А что вы это не разводите? Пожалуйста, обращайтесь. Мы принимаем от каждого заявления. Полицейский пытается помешать работе журналистов, а потом начинает пререкаться с прохожими, которые защищают АТОшников. Да вы с ПМО спокойно, потому что вы не там. А вы не защищаете. Я не против. Что вы не... Вы против, потому что двери... Потому что вышел администратор. Что вы не все поховалися? Наоборот, вы не должны... Это кассиры. Все кассиры. Едва не дошло до драки, как наконец появился директор автовокзала. И обещает, сейчас всех льготников обслужат как положено. Участникам боевых действий билеты льготные. Идите. Завтра, сегодня, вчера, позавчера. Без камер телебачения нам отмолили. Сказали, не положено, а семьям загибших и так далее, не положено проезд безкоштовный. И сейчас, при наявности телебачения на камеру, даже сверх лимита этих одного-двух человек, начали отоварили. Участники акции не верят, что льгота будет действовать и завтра, когда АТОшники попытаются купить билеты, не привлекая телевизионщиков и товарищей. Поэтому написали заявление в полицию о самоуправстве дирекции автовокзала. Ольга Теребинская, Олеся Боровик, Анастасия Горпинченко. Подробности телеканал Интер. Но тем временем в зоне АТО нарастает напряжение. Боевики увеличивают количество обстрелов. За сутки семеро украинских военных получили ранения. В оккупированной Горловке, по данным Главного управления разведки Украины, подразделения наемников приведены в боевую готовность. Не прекращаются обстрелы и на Светлодарской дуге. Украинские солдаты в очередной раз засекли подвоз боеприпасов на позиции противника. Маршрут Урала уже знают наизусть. И что последует за этой развозкой ближайшей ночью, тоже известно. Вот у них идут три позиции. Четвертая внизу, где угол поля. У них там находится миноветка, ДШК стоит. Но миноветка-то мы еще считаем, потому что они кидают по назору, видно. Именно выходы. Наши бойцы получили строгую команду. Наблюдать. Прошлую ночь увидели, как в очередной раз к ним пыталась подобраться разведгруппа противника. Опять ишли из дальнего села, получается. Шесть человек сюда ишли. Это высота, имя кистка в городе. Открыта дорога на Светлодарске, на Луганске. Выводы о том, что в Дебальцево подтянулись кадровые российские военные, украинские солдаты делают, судя по тактике подхода вражеской разведдиверсионной группы. Отпрацовали технику, а потом пошла пехота. И причем подход пехоты сопровоживался далее и отпрацованием техники. Прикрывали. Можно сказать, отвлекали увагу. Подходят метр 400. Работают двойками там тоже. Двойками, тройками работают. Что это значит? Ну вот там один человек бежит, один прикрывает. Следы так называемого перемирия в окопах повсюду. Работали с дашки. Одна тут. После блендежа пришли. Это нулевая позиция, как заговоренная, говорят военные. И не такие обстрелы выдерживать приходилось. Все уцелели. Слава богу, уже тижня три танк не стреляет. А настоящим испытанием во время вражеского обстрела стали пробежки вот под такому глинистому грунту. Из-за дождливой погоды глина не успевает подсохнуть. Но наши солдаты и к этому привыкли. Держат рубежи. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Выборы на оккупированных территориях Донбасса могут состояться до конца года. Этого не исключает президент Украины. Если все необходимые условия, прописанные в минских договоренностях, будут выполнены. Об этом Петр Порошенко заявил в Донецкой области на церемонии принятия присяги новыми полицейскими Краматорска и Славянска. Глава государства подчеркнул, речь идет о прекращении огня, обеспечении безопасности и возвращении заложников. Возобновление политических процессов на Донбассе считает президент возможно при условии развертывания международной вооруженной миссии ОБСЕ на линии соприкосновения, а также на украинско-российской границе. И ОБСЕ, и наши партнеры из Немеччины и Франции. И абсолютная большинство членов страны ОБСЕ сказали, что мы поддерживаем позицию ОБСЕ, позицию Украины для расположения оружейной полицейской миссии, как для того, чтобы обеспечить режим прекращения огня, как для того, чтобы обеспечить надежное сохранение оружия, которая подведена соответственно к минских договоренностях. Конфликт на востоке Украины, вопросы прав человека, изменение климата. Об этом в Белом доме президент США Барак Обама говорил с лидерами стран Северной Европы. О чем договорились, расскажет наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Дзятко. Быть президентом США Бараку Обаме осталось чуть больше полугода. И с каждой недели каждое мероприятие приобретает как будто все более неформальный характер. Вот и ужин, который венчал саммит с лидерами стран Северной Европы, напоминал скорее встречу старых друзей. В Вашингтон прилетели президент Финляндии и четыре премьер-министра Норвегии, Швеции, Дании и Исландии. В скандинавских странах все упорядочено и чисто, но не все так просто. Эти страны иногда спорят, какая из них самая счастливая. Спорят и о том, кто лучше играет в хоккей, пока их не обыграют США. Также не утихают жаркие споры о том, какая из стран является настоящей родиной Санта-Клауса. Впрочем, на встрече были не только и не столько шутки. Торжественному ужину предшествовали переговоры, посвященные большому количеству общей мировых проблем. Но одна из главных тем – действия России. Скандинавские страны обеспокоены последними инцидентами в регионе, где несколько раз за последние недели появлялись российские самолеты. Встречать их поднимались штурмовики НАТО. В итоговой декларации полная поддержка Вашингтона скандинавским странам. И слова об Украине, и Белый дом, и страны Северной Европы подтверждают отменять санкции против России преждевременно, пока не будут выполнены Минские соглашения. В то же время также четко в декларации сказано о том, что украинское правительство должно удвоить усилия по проведению реформ. Ну а США и страны Северной Европы продолжат содействовать Киеву в этом. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Ну и вот как раз новое украинское правительство уже готовит новые реформы. На брифинге в своей родной Виннице план масштабных изменений анонсировал премьер-министр. По словам Владимира Гройсмана, программу украинцам представят к концу мая. Сегодня в Виннице отмечают День Европы, и глава Кабмина пообещал жить по-европейски. В этом году украинцы наконец-то станут право на безвизовый режим. Это было сделать не легко, но это будет происходить. Но это только небольшая часть того, что мы должны с вами делать. А что такое реформы? Это качественная область, это качественная охрана здоровья, это качественное средство, в котором мы живем, это качественная работа, которую мы делаем и за которую мы получаем достойную заработную платную. Чтобы улучшить ситуацию в стране, перезагрузки Кабмина недостаточно. Так считает лидер Батківщины. Сегодня на пресс-конференции в Черкасах Юлия Тимошенко заявила, единственный способ вывести страну из крутого экономического пике – переизбрать Верховную Раду. Под Одессой водители и дальнобойщики заблокировали Киевскую трассу в направлении областного центра. Они отказались проходить процедуру взвешивания своих автомобилей. Очередь из грузовиков растянулась на несколько километров. Перекрыты все четыре полосы в сторону Одессы. Легковой транспорт полиции пришлось пускать по встречному пути. Дальнобойщики утверждают их. Никто не предупредил о том, что на трассе появятся весовые комплексы. Говорят, новые правила не отрегулированы и требуют, чтобы весы убрали или дали отсрочку водителям на несколько дней. Но не все водители тяжеловозов поддержали акцию. Некоторые грузовики послушно заезжают на весы. Если перегруза нет, то есть фура весит менее 40 тонн, то, получив квитанцию, грузовики спокойно отправляются дальше. Но тех, кто решил протестовать, значительно больше. По лудню в пробке стоят более сотни тяжеловозов. Это просто нежелание водителей соблюдать законы и правила дорожного движения. Потому что водители, которые соблюдают правила дорожного движения относительно вагового в их параметрах, то проезжают спокойно, как вы видите, и едут дальше. В госслужбе по безопасности на транспорте сообщили, на днях передвижные весовые комплексы были установлены в трех областях Одесской, Херсонской и Николаевской. Для того, чтобы дорожное полотно не разбивали фуры с грузом тяжелее 40 тонн. Но утверждают, перевозчики умудряются загрузить вдвое, а то и втрое больше, чтобы сэкономить. Например, в прошлом году под весом фуры с зерном в 135 тонн сломались весы на агробазе. До сих пор такие автомобили ездили в морские порты Украины беспрепятственно, поскольку уже два года действовал мораторий на взвешивание машин. Ярослав Кричко, Андрей Анастасов, Юрий Механошин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Смерть на погосте. Из-за чего на Хованском кладбище в Москве пролилась кровь. Мультимиллионеры за 6 долларов. Сколько выиграла многодетная семья из США в лотерею? ИГИЛ не играет в футбол. Террористы атаковали футбольных болельщиков в Ираке. Продолжаем выпуск. В Харькове попалась на взятки сотрудница фискальной службы. Начальница управления налоговой инспекцией требовала 71 тысячу гривен у предпринимателя. За эту сумму обещала решить вопрос о возмещении НДС из госбюджета. Сейчас следователи проводят досудебное расследование по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если суд признает сотрудницу налоговой виновной, она может попасть за решетку на 10 лет. Киевские полицейские разыскивают право нарушителя, который запустил в одно из отделений полиции неизвестным взрывным предметом. Это произошло поздно вечером в Шевченковском районе столицы на улице Герцена. Полицейские, которые находились внутри отделения, услышав звук, похожий на разрыв петарды, выбежали на улицу и обнаружили воронку и три разбитых окна. Никто не пострадал. Дело открыли по статье «Хулиганство». Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает фрагменты устройства и видео с камер наблюдения. Не исключают, что во дворе участка взорвалась граната. Резко обострилась ситуация на Мариупольском направлении. Боевики обстреливают позиции практически по всей линии фронта. Какое оружие использует противник и какие именно населенные пункты были атакованы? Репортаж с передовой нашего военного корреспондента Вениамина Трубачева. Это крайние позиции украинских военных в районе Старогнатовки. Ходить здесь только можно по окопам и то пригнувшись, потому что эту местность сейчас обстреливает вражеский снайпер. Огневые точки противника можно рассмотреть даже без бинокля, но делать это нужно максимально аккуратно. Боевики на расстоянии прямого выстрела. Какая-то дальняя посадочка, видите, вот дальняя на грубке, вот там они уже, там они уже окопаются, там уже они находятся. То есть это по прямой получается километра полтора, да? Да, получается по прямой около полтора километра, да. Вот это же оттуда они вчера нас обстреливали. Вражеский обстрел начался ночью и продолжался больше двух часов. Боевики использовали хитрую тактику, вели огонь по соседней позиции, а потом сразу с двух сторон атаковали этот опорный пункт. Стрельба была из крупнокалиберных стрелкового оружия, то есть потому что велись в разных направлениях огонь, над душами свистело. То есть ребята, провода там в той стороне, наши вот эти вот, где вот, перебило. Военные заняли оборону и готовы были подавить атаку боевиков, но команды на открытии ответного огня не было, да и противник слишком близко подходить не рискнул. Я, например, на свою команду, я довольно непоганно рассчитываю. Я знаю, где у меня мои все бойцы, так что им нас ненаско застать, это будет очень трудно. Днем обстановка несколько нормализовалась. Стрельба утихла, но украинские разведчики продолжают фиксировать передвижение боевиков, а значит, есть угроза повторной атаки. У бойцов оружие на готове. Автомат Калашникова, пулемет, все, без такого важкого ничего не надо. Обострение фиксируют сейчас по всей линии фронта. Боевики обстреливают позиции в Широкине, Новотроицком, Гранитном и Марьенке. Но стоит отметить, что тяжелое вооружение не применяется. Стрельба утихла без минометов, у селякого калибра. Но это были танковые гранатометы, БМП и тяжелое стрелецкое оружие. К счастью, обошлось без потерь. Погибших и тяжелораненых среди военных нет. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Николай Терещенко. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Мирный план для Украины в Харьков. На национальный форум «Женщины за мир» съехались более 500 делегатов. Участницы обратились к украинским политикам и лидерам гражданского общества с просьбой на собственном примере продемонстрировать, что такое взаимоуважение и толерантность. В рамках форума состоялись и скайп-включение из других городов, в том числе и Славянска. Поучаствовала в видеосвязи и Любовь Печко. Напомним, 9 мая ветеран Второй мировой подверглась атаке радикалов. «Женщины Харьковского форума обратились к президенту, обратились к лидерам общественных гражданских организаций, к премьеру, к парламенту, с тем, чтобы собственным примером показывать толерантность, взаимоуважение, взаимопонимание». И далее новости из-за рубежа. В городе Балат на севере Ирака боевики ИГИЛ напали на футбольных фанатов. 16 человек погибли, по меньшей мере 25 ранены. Поклонники испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» смотрели в кафе старые матчи команды, когда в помещение ворвались три террориста и начали расстреливать людей из пулемётов. Убегая, бросили ещё несколько ручных гранат. Позже все трое боевиков погибли, полиция загнала их в тупик, и те подорвали пояса шахидов. Выжившие говорят, причина нападения отношения ИГИЛ к футболу террористы считают его антимусульманским. Умереть прямо на кладбище сегодня можно было в Москве. Там произошли массовые стычки на одном из мемориальных комплексов города. О зачинщиках, погибших и пострадавших нам расскажет Данил Русаков. Почти 400 выходцев из Средней Азии, массовая драка и звуки стрельбы из автоматического оружия. Именно так сегодня начался день на Хованском кладбище Москвы. Очевидцы сообщают, разборки устроили мигранты. Предварительная версия – делили сферы влияния. Свидетели потасовки снимали происходящее на мобильные телефоны. Известно, что среди участников есть пострадавшие и убитые. Однако точное их число правоохранительные органы пока сообщать отказываются. Сотрудники кладбища говорят о 20 раненых и 12 погибших. Ближе к вечеру официальные органы отчитались только о трех жертвах. Первоначально появилась информация, что среди них есть сотрудник МВД. Но пока она не подтверждена. Какие именно сферы влияния зачинщики потасовок собирались делить, не уточняется. Участников побоища с территории мемориального комплекса вывозили на автобусах ОМОНа. 50 человек задержанных. Полиция не исключает, что трое из них, подозреваемых в убийстве, являются также и инициаторами конфликта. Уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» пока не возбуждали. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». 60 бельгийских военных подозревают в приверженности исламизму. Министр обороны Бельгии Стивен Ван де Пут сообщил, что военная разведка заметила подозрительное поведение служащих. Теперь спецслужбы проверяют, не помешают ли взгляды этих военных выполнять их профессиональные задачи. Тем временем 45 джихадистов исламского государства ликвидировали в Сирии вооруженные силы Турции и международной коалиции. Военные уничтожили 5 оборонительных позиций террористов. И далее, кто из семейства СМИ сорвал джекпот лотереи в 430 миллионов долларов? И впервые в истории защищать Америку с воздуха будет женщина. Кто она? Смотрите в нашем обзоре. Джекпот американской лотереи Пауэрболла, это почти 430 миллионов долларов, сорвала семья Смит из Нью-Джерси, которая воспитывает семерых детей. Самой удачливой оказалась 70-летняя бабушка Пёрл Смит. На прошлой неделе она купила три лотерейных билета всего за 6 долларов, и один из них оказался выигрышным. На семейном совете решили забрать одноразовую выплату, почти 290 миллионов. По правилам Пауэрболл, получение всей суммы растянулось бы на несколько лет. Впервые в истории командование воздушно-космической обороны Северной Америки возглавила женщина. Генерал ВВС США Лори Робинсон сменила на этом посту адмирала Билла Гортни. Торжественная церемония прошла на военной базе в штате Колорадо. Раньше Робинсон командовала военно-воздушными силами на Тихом океане. Ей подчинялись 46 тысяч человек. За плечами Робинсон 900 часов налета. Потомственной военной 57 лет. Ее первое образование гуманитарное. Робинсон изучала английский язык. Имеет степень бакалавра. Масштабный пожар в Лос-Анджелесе. Огонь охватил складские помещения. Крыша здания сгорела дотла и обвалилась. На месте происшествия ранение получил один человек. Бригады пожарных пытаются остановить огонь, чтобы пламя не охватило соседние жилые дома. Причины возгорания выясняет полиция. Древнейшую стоянку людей на североамериканском континенте обнаружили археологи во Флориде. Находке почти 15 тысяч лет. Рядом с человеческими останками ученые нашли каменные орудия труда и кости вымершего исполина. Мастодонт. Артефакты доказывают, что люди поселились в Северной Америке на полторы тысячи лет раньше, чем предполагали ученые. Олимпийский огонь доставили на вершину горы в бразильском городке Ору-Претту. Факельное шествие прошло по центральной улице и возле главной достопримечательности – церкви Святого Франциска. Символ Олимпиады путешествует по Бразилии уже 11-й день. Факелоносцы финишируют в Рио-де-Жанейро. Там 5 августа пройдет официальная церемония открытия Олимпиады. Спецоперация по поимке тигров в Голландии. Полосатые сбежали из питомника и поставили на уши жителей деревни Олдеберкуб. Людям посоветовали не выходить из дома, а если заметят хищников – сообщать в полицию. Ветеринары искали тигров на вертолете и прочесывали все буераки в окрестностях деревни. В итоге беглецов нашли, усыпили и вернули в питомник. В Олдеберкубе расположен приют для диких животных. Отсюда их распределяют по зоопаркам и зверинцам. Как полосатые сбежали – пока не ясно. 60 евро каждому жителю черновцов от правительства Австрии. Такая информация взбудоражила жителей города и оказалась фейком. Киберполиция вычислила шутника. Им оказался 30-летний учитель немецкого одной из гимназий. Преподаватель создал липовый почтовый ящик прямо на школьном компьютере и от имени консула рассылал горожанам письма с просьбой приносить личные документы в диппредставительство. Якобы правительство Австрии выделило 18 миллионов евро материальной поддержки местному населению. Люди поверили и перед консульством выстроились в очереди. Руководство гимназии расценило действия учителя как неудачную шутку, мол, никакого злого умысла у него не было. Но вот консул был вынужден извиняться перед жителями города. Эта информационная провокация очень сильно ударила по социально незахищенным верствам нашего города. Очень много городян поверили. Хочу благодарить от имени посольства Австрии в Украине Киберполиции за такую эффективную работу и перепросить всех чернівщин за эту провокацию. Он учится, все работает у нас. Учителя, он хороший. Все. Он извинялся перед всеми. Он написал лист. Он все извинялся. Такое сталося. Бывает, что тут такого? Ну и еще немного интересного. Они проехали сотни тысяч километров, ну а затем были списаны в утиль и ржавели в гаражах. Но вот, сверкая свежим лаком, вновь выезжают на улицы городов Запорожья. Прошел всеукраинский фестиваль ретроавтомобилей. Об увлеченных людях и их железных конях расскажут наши корреспонденты. Мадам, ну что вы чудите? На фестивале ретроавтомобилей сотни зрителей. Андрей Филатов в стилизованной кепке приглашает желающих прокатиться в оригинальном такси образца 1977 года. Оплата по счетчику 10 копеек посадка, 20 копеек километр. У Волги своя история. В 80-м году она была откомандирована на Олимпиаду 80, так как машин такси не особо хватало. То есть с определенной бригадой таксистов она была отправлена на Олимпиаду 80. Она из немногих выживших. А эти авто приехали в Запорожье из Сталина. Перед выставкой ИМРЕ решил показать друзьям Украину. Говорит, путешествие стало настоящим экстримом из-за качества украинских дорог. На подобных фестивалях особым вниманием пользуется аутентичная техника. Чтобы у автомобиля каждый винтик был оригинальным, реанимировать машины иногда приходится годами. Симпатичнее приехать своим ходом, а не приехать на эвакуаторе. То, что здесь в машине полная уверенность. Завел, поехал куда хочешь. Для зрителей эти автомобили воплощение мечты и ностальгия по прошлому. Просят, заведи машину, просто послушать, как она работает. Заводишь, он говорит, стоит и говорит, я помню этот звук детства. Любители ретроавтомобилей говорят, их хобби не из дешевых. Найти запчасти на технику прошлого века становится все сложней. А значит, и стоят они уже не так дешево, как в старой доброй песне. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Наш выпуск почти подошел к концу. А вот наши коллеги из программы подробности недели готовят программу. Ее выпуск выйдет в эфир завтра в 20.00. Но уже сегодня они готовы поделиться некоторыми темами. Не пропустите в подробностях недели. Подорожает все. Газ не по карману, запасай дрова. Выживет ли село с новыми тарифами? Коммуналка взлетела. Что теперь на очереди? Ай-яй, ну мой курорт. Новые тарифы. Кто в плюсе, кто в минусе. Лес рубят, погоны летят. Главного лесника страны уволили. А посадят ли? Дивиденды на горе. Мы не заслужили такого. За лечение атошников взялись аферисты. Кто-то воюет, а кто-то зарабатывает на героях войны. Когда политика громче музыки. Как за главным песенным конкурсом следят близкие Джамалы. Когда слушала ее, слезы шли с глаз. Эксклюзивный репортаж из Крыма. Главные темы в прямом эфире. Ровно 8 вечера в этом стеснете. И вот на этом наш выпуск уже завершен. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности Юэй. Ну а в прямом эфире увидимся уже в понедельник. Хорошего вечера. До встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин